В Москве в четвертый раз вручили премии имени Великого князя Сергея Александровича и Великой княгини Елизаветы Федоровны Романовых. Торжественная церемония по традиции прошла в Центральном музее Великой Отечественной войны на Поклонной горе. В этом году премия также приурочена к 160-летию со дня рождения Великого князя. Общественную награду получили представители различных епархий Русской Церкви, государственные общественные деятели, руководители военно-патриотических организаций, а также известные историки и ученые из России, Греции, Сирии и Армении. Репортаж Екатерины Ходосевич. Премия была учреждена в 2013 году по инициативе регионального отделения Императорского православного палестинского общества. Чтить память Великого князя Сергея Александровича и Великой княгини Елизаветы Федоровны по-прежнему важно. В первую очередь за их труды во благо России. Большим событием этого года стало возрождение креста, поставленного в 1908 году Великой княгиней у Никольской башни Кремля на месте гибели ее супруга. Это был уникальный памятник, который был выполнен по эскизам Виктора Михайловича Буснецова. Этот памятник любила вся Москва, им восхищались. И мы рады, что этот памятник встал на свое место. Это первая возрожденная православная святыня Кремля из тех, которые были уничтожены в годы лихолетия, в годы революции. Присуждение премии имени великих князей и княгиней под девизами «Патриоты России» и «Доброе сердце» призвано отметить наиболее значимые заслуги российских и иностранных граждан, организаций, учебных заведений в деле патриотического воспитания, благотворительности, милосердия и гуманитарного образования молодежи. Среди лауреатов этого года народный художник Салават Щербаков, епископ Каменский Алапаевский Мефодий, президент Ассоциации ветеранов антитеррора «Альфа» Сергей Гончаров. Если есть любовь, вера и надежда в религии, то в патриотизме основные базовые заповеди – это любовь, ответственность и традиции. И поэтому здесь ничего и дополнять не надо. Любовь, ответственность, традиции – это есть та триада, которая и позволяет людям представить, что такое патриотизм. Честь имею, ее не боя даю, честь имею, вменой жизни в бою, честь имею, на века будет наша сия крепка. Сегодня задачи палестинского общества, созданного державной волей императора Александра III в 1882 году, остаются теми же, что и были во времена председательствования Сергея Александровича Романова. Это помощь паломничеству, но вторая – это возвращение наших ценностей на святой земле, которые были утеряны, еще при Кручеве, вы знаете. Большая работа, к которой мы идем, это Центр по защите христианства на Ближнем Востоке. Строим школы в Ифлееме, сейчас будет в Ливане, в Дамаске. Продвигаем русский язык, нашу историю, культуру. Оказываем гуманитарную помощь, особенно на Ближнем Востоке. Так что задач много. Они очень схожи с теми, что были 135 лет назад. Премия постепенно становится стимулом для присоединения граждан разных уголков нашей страны и иностранных граждан к общественно-патриотической и благотворительной работе. С момента учреждения уже вручено 113 премий Патриота России имени Великого князя Сергея Александровича и 90 под девизом «Доброе сердце» имени его супруги Елизаветы Федоровны.